Погружение и съемка Вы также можете разблокировать и в приложении, нажав на кнопку блокировки и разблокировки в правом углу экрана, а затем сдвинув всплывающую панель вправо. Вы можете выставить низкую, среднюю и высокую скорость, нажимая на нижние кнопки в приложении или используя переключатель на контроллере. После разблокировки джойстиками можно управлять вращением гребных винтов. По умолчанию джойстики пульта находятся в четвертом режиме. Левый джойстик перемещает PowerRay вверх и вниз, а правый джойстик перемещает его вперед-назад и вращает влево и вправо. Также в приложении вы можете переключать режимы джойстика. Внимание! Разблокируйте PowerRay только после того, как он окажется в воде и заблокируйте его прежде, чем извлечь из воды. Смазка гребного винта может выгореть, если он более минуты будет работать в воздухе. Нажмите и удерживайте кнопку записи на пульте управления, чтобы снять видео. Короткое нажатие, чтобы сделать фото. Будет запрошено приложение, но вы также можете использовать и интерфейс приложения для съемки фото и видео. Прежде чем вынимать PowerRay из воды, вы должны его заблокировать. В правом верхнем углу приложения нажмите на кнопку блокировки и сдвиньте всплывающую панель вправо, чтобы заблокировать устройство. Чтобы заблокировать с помощью пульта управления, поверните левое колесико вправо, нажмите на кнопку переключения камеры эхолота и удерживайте, пока пульт не завибрирует. Внимание! После каждого использования тщательно и насухо вытирайте разъем для кабеля. Примечание! Промойте корпус и двигатель чистой водой, чтобы избежать коррозии корпуса и внутренних деталей из-за морской воды. Для получения дополнительной информации и приобретения, обращайтесь к нашему партнеру dron.kz. Продолжение следует...